Привет, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English, где мы с вами разбираем самую важную, essential, английскую грамматику, English grammar. Причём разбираем её на практике, in use, на различных примерах, это помогает лучше запомнить то, что вы учите. Сегодня мы с вами разбираем третье настоящее время в английском языке, которое называется present perfect. Это одно из самых сложных для понимания английских времён, потому что переводится оно совсем не настоящим, хотя называется present, а прошлым. И означает оно результат прошлого действия в настоящем. Вот такая вот путаница, друзья мои, но не бойтесь, мы будем рассматривать present perfect на протяжении нескольких юнитов по каждым отдельным ситуациям, так чтобы вам всё-всё было ясно. Выглядит present perfect таким образом. I have done. Have в данном случае не переводится, оно не означает имею или имел, да. Оно является, вот это have или его вариант has является вспомогательным глаголом. То есть have помогает нам перевести следующий глагол правильно. Вот это вот done. Это уже есть наш глагол. Причём стоит он в третьей форме. Ещё раз, автор действия, вспомогательный глагол have или has и глагол смысловой, который стоит в третьей форме. Давайте смотреть на примеры, это очень важно. Вот мужчина. Here is a man. His shoes are dirty. У него обувь грязная. Она сейчас грязная. He is cleaning his shoes. Вот он чистит обувь. He has cleaned his shoes. Он почистил свои туфли. И сейчас они у него чистые. То есть смотрите-ка. Когда-то до этого туфли у него запачкались. До настоящего момента. Потом он эти туфли почистил. И сейчас он на них смотрит и говорит. Хорошо, что я их почистил. I have cleaned my shoes. Или he has cleaned his shoes. Он почистил свои туфли. Он их почистил когда-то давно, да. Но говорит он об этом сейчас. И именно сейчас он наслаждается результатом. Видит своими глазами этот результат. He has cleaned. Это present perfect. Переводится как он почистил. В русском языке есть такое понятие, как глаголы совершенного вида или несовершенного вида. Я чищу. Это несовершенное действие. Я почистила. Это уже глагол завершенного вида. Сейчас оно сделано. Уже есть результат. Это и есть наш present perfect. То есть, на русский язык удобно переводить его прошлым. По смыслу для англоговорящих людей он означает настоящее. То есть, действие, которое сейчас настоящим имеет результат. Мы об этом будем дальше очень подробно говорить. А пока давайте смотреть второй пример. They are at home. Вот они сидят дома. They are going out. Вот они вышли. They have gone out. Они ушли. То есть, сейчас их дома нет. Почему? Потому что до этого совершилось какое-то действие. Мы видим своими глазами у нас есть очевидный результат прошлого действия. И есть он сейчас. Давайте поговорим о технических моментах. Пока маленькую порцию смысла я вам дала. Мы концентрируемся на результате какого-то действия. И как это выглядит. Мы используем have или has, как я вам уже говорила. И используем глагол в третьей форме. Например, has cleaned и have gone. То, что нам с вами попалось уже. Has cleaned. Почистил. Have gone. Ушли. Это и есть наш present perfect. Я думаю, друзья мои, вы вспомнили форму I have got, которую мы с вами уже использовали. И переводили ее как у меня есть. И я вам тогда, если я правильно помню, говорила о том, что грамматически это present perfect. I have got дословно переводится как я получил это когда-то ранее. И теперь оно у меня есть. Ну, именно так и переводим. У меня это есть. I've got. Вот то же самое и здесь. Просто не так удобно переводить эту форму настоящим в отличие от have got. Ну, давайте-ка еще раз. I have можно сократить и сказать I've. Можно сказать I have cleaned. Я почистил. Можно сказать I've cleaned. We have finished. Или we've finished. Мы закончили. Отрицательная форма, если нам нужна, то сокращаем ее по нашим привычным правилам. You have not started. Ты еще не начал. You haven't started. Полная форма употребляется редко. Нам нужно сокращение. They have not lost. Они не потеряли. They haven't lost. Они не потеряли. С he, she, it используем слово has. Правила нам уже, опять же, знакомы. Ничего нового для вас тут нет. He has done. Он сделал. Можно сказать he's done. She has been. Она побывала. She's been. It has not gone. Оно не пропало. It hasn't gone. Оно не пропало. Не ушло. Но, если нам нужен вопрос, это мы говорили об утверждении отрицания, если нужен вопрос, вспоминаем фразу have got и делаем все точно так же, как у ней. Выставляем слово have или has на место перед автором действия. Получается, have we cleaned? Я почистил. Have we finished? Мы закончили. Have you started? Ты начал. Have they lost? Они потеряли. Has he gone? Он. Теперь поговорим о форме глагола. Она бывает правильная и неправильная. Я вам в юните, который касается времени past simple, говорила о том, что очень важно учить не только вторую неправильную форму глагола, но и третью. Как видите, всего лишь прошло не больше пяти юнитов, и нам третья форма глагола пригодилась. Она есть в любой таблице неправильных глаголов, и она не совпадает со второй формой глагола. То есть, иногда бывают глаголы, когда там совпадает вторая и третья форма. Бывают, совпадают все три формы. А бывает, третья форма не совпадает. Правил, по которым она образовывается, если это глагол неправильный, можно сказать нет. Нет, их в современном английском языке не существует, поэтому такие глаголы нужно запоминать. Ну, давайте посмотрим. Clean, начинаю, cleaned, начал. Тут все просто. Вот если глагол правильный, то вторая и третья форма абсолютно одинаково образовываются с помощью окончания ed. Ну, вот, например, глагол lose, терять. Lost, lost, вторая и третья форма сходятся. Done, это третья форма do. Do, вторая did, третья done. Been, это третья форма от be. Be was where been. Gone, это третья форма от go. Go, went, gone. У вас может создаться впечатление, что надо приписать в конце ne или en, и получится третья форма. Нет, друзья мои, просто здесь подобрались такие примеры. Там абсолютно по-разному образовывается третья форма. Бывает, полностью слово меняется, бывает, действительно, к нему приписываем en. Бывает, приписываем ed. Ну, в общем, посмотрите таблицу, друзья мои, думаю, вам кое-что станет ясно. Но если вы ученики сознательные, а я думаю, так оно и есть, то вы уже учили не только вторую форму глагола, но и третью. Сейчас вам будет просто. Самое главное правило, друзья, которое нужно запомнить об этом времени, о времени present perfect. Мы его используем для действия в прошлом, которое имеет результат сейчас. И самое сложное, понять, где же есть результат, а где есть просто завершенное действие, как в past simple. Но об этом мы будем говорить очень подробно в отдельном юнити, где будем сравнивать present perfect и past simple. Пока же ориентируйтесь на слово результат. Сделано и какой я имею результат. Давайте смотреть примеры. I've lost my passport. Я потерял паспорт. Почему мы здесь говорим с помощью present perfect? Потому что вот я сейчас стою, перерываю свои полочки, не могу найти паспорт и говорю, боже ж ты мой, I have lost my passport. Я потеряла паспорт и сейчас я не могу его найти. Where is Linda? She's gone to bed. Где Линда? Она спать пошла. Present perfect часто бывает связан с настоящим временем. Вот в соседнем предложении или может быть даже в том же самом будет использоваться present simple. Ну вот я интересуюсь, где Линда? Вот я сейчас интересуюсь, куда она пропала. А мне отвечают, а она ушла спать. Поэтому сейчас я её не могу найти. Сейчас она уже в постели. Потому что до этого she has gone to bed. She's gone, she has gone. We've bought a new car. Мы купили новую машину. Мы рассказываем друзьям, хвастаемся и говорим, смотрите, вот она какая красивая, красная или серебристая. Мы её купили только что. We've bought. Мы это сделали. Теперь у нас есть новая красивая машина. It's Rachel's birthday tomorrow and I haven't bought her a present. Завтра, день рождения Рэйчел. И я не купила ей подарка. В одном предложении мы используем present simple. It is. Будет. Даже здесь в начале будущего. It's Rachel's birthday. День рождения у Рэйчел. А я не купила ещё подарка. I haven't bought her a present. Вот здесь такая вот тонкая связь. Я этого не сделала. И это очень важно именно сейчас. Bob's on holiday. Oh, where has he gone? Bob на каникулах. О, интересно. А куда он уехал? Bob сейчас на каникулах. И я интересуюсь, куда он уехал. Where has he gone? Здесь тоже есть связь между настоящим. Вот оно, Bob is on holiday. И прошлым. He has gone. Он уехал. Я сейчас интересуюсь, куда. Can I take this newspaper? Have you finished with it? Нет, я могу взять газету. Вы уже её прочитали? Ну, опять же, интересуюсь наличием результата. Прочитали ли? Я не просто спрашиваю, вы читали эту газету, а прочитали ли вы её? Сделали ли вы это? Друзья, если вы не разобрались до сих пор с третьей формой глагола, предлагаю вам учить по ходу те глаголы, которые нам попадаются в примерах. Например, глагол lost. Это третья форма от lose. Глагол gone, я уже о нём говорила. Третья форма от go. Глагол bought совпадает со второй формой. И это вариант глагола buy. Ещё раз bought, ещё раз gone. И вот finished – это правильный глагол. Ну, друзья мои, для начала, я думаю, мы с вами кое-что уяснили важного present perfect. Как я назвала этот юнит, важен результат. Результат прошлого действия. Действие должно быть сделано или не сделано с наличием результата. Более подробно мы будем разбирать ситуации, когда нужен present perfect в следующих юнитах. Юнитов будет много, друзья мои, поэтому приготовьтесь. Но это то время, без которого вам, конечно же, будет трудно в английском языке, потому что оно действительно распространено. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки по present perfect, друзья мои. Если вы уже даже не новичок, а продолжаете изучать английский какое-то время, я вам гарантирую, что не лишним будет повторить present perfect и по полочкам разобрать все эти ситуации, в которых он употребляется. Если вы начинаете учить английский язык, то просто запоминайте примеры, запоминайте их, визуализируйте эти примеры, представляйте их, и так вы сможете запомнить, когда же нужен present perfect. Подписывайтесь на мой канал, жмите кнопочку «Мне нравится». Меня зовут Елена Викторовна, и если у вас есть ко мне какие-то вопросы по present perfect, по домашнему заданию, пишите их в комментариях. Если вопросов нет, просто напишите «Спасибо», и мне будет очень приятно получить от вас хотя бы одно-два приятных слова за свою работу. До встречи в следующих уроках. Goodbye! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok